Дальше Афса говорит здесь, кунь салэфиян аляль-джадда, будь последователем предшественников, салэфи, следуя правильным путем, аль-джадда, верным путем, тарифи салэфи салэх, путем правильных предшественников, из числа сподвижников, сахаба, да будь довольными Аллах, и тех, которые после сподвижников были, идя после едам сподвижников, во всех областях сказано, на всех областях религии, не в чем-то одном. Единобожие, говорит, в деяниях поклонения, ибадат, и прочих. Дальше, говорит, отличается чем? Неукосительным следованием тому, что передано от пророка, салава у салям, приучая себя исполнять сунну, чтобы сунна была для тебя критерием, которым ты подчиняешься, отказываясь от чего? Мира, джидаль, споров, полемики, от того, чтобы погружаться в калам, аль-калам, ильм аль-калам, от всего, что ведет к грехам, отрочает, отрочает, от шариата Аллаха, субханава тааля. Ширм, сымин, рахмал, аль-калам, аль-калам, касается вот этих вот замечательных слов, авсара, рахмал, аль-калам, аль-калам, в этой второй главе, он говорит, находиться на пути праведных предшественников, салаву салих. Вот этот завет, аль-вусы, я, он относится, на самом деле, к самым главным из ваджбатов, из обязанностей. Самых главных вещей, обязательных, это вот этот завет, находиться на пути салфу-салих. Человек должен быть на пути предшественников. В чем? Во всех областях религии. Это очень важно. В вопросе акиды на пути салфу. В вопросе ибадат на пути салфу. В вопросе муамалат, взаимоотношения между людьми, торговля, брак и так далее на пути салфу. Как во всех других вопросах на пути салфу. То есть это касается и вопросов ахляпа, нравственности. На пути салфу, в вопросе нравственности на пути салфу. Как вести дава, вести призыв? На пути салфу. Как исправлять мусульманскую общину, положение мусульманской общины, возрождение мусульманской общины, спасение ее от унижения, от бед и так далее на пути салфу? Салфу. Это очень важно. Это очень важно. То есть нельзя быть последователем салф, быть салфи в вопросах ахиды, но не быть салфи в вопросах ахляха, например. Или не быть салфи в вопросах призыва. Да, салфи, но призыв у меня такой, что анашиды, песни разные, сценки, фильмы и так далее. Или в вопросе того, как возрождать величие мусульманской умы. Да, во всем мы салфи, но здесь нет. Здесь мы будем делать так, как делают это некоторые партии. То есть мы будем устраивать революцию, мы будем брать власть в руки, мы будем сейчас объявлять какие-то государства, там и тут. Одноневные, мультяшные, хорошо? Нет, если ты салфи, то значит во всем ты должен быть салфи. Человек должен быть последователем салфу салфи во всех вопросах. И недостаточно говорить, я салфи, я салфи. Или я последователь салфу салфи, я последователь сподвижников. Необходимо доказывать. Доказывать это своей неукоснительной приверженностью пути салфу салфи. В убеждениях, прежде всего, в деяниях, в нравственности, в методике призыва и так далее. И может быть такой простой пример. Человек говорит, я салфи. Да, я салфи. При этом видим, что человек пропускает напрямо утренний намаз. Или человек пренебрегает намазом джамаа, когда у него есть возможность совершать намаз джамаа. Вопрос. Салфу салли были такие. Пропускали намазы, приходили. После намаза уже вообще не приходили намаз. Или они тщательно оберегали свои намазы. Или они заботились о том, чтобы прийти в мечеть рано, до того, как имам произнесет такбир, а то ли храм вступительный такбир. Как отличить последователя салфу сальх от других людей? Просто. Это тот, в ком проявляется сунна. В ком проявляется сунна, тот и последователь салфу сальх. Проявляется в его действиях, в его словах, в его поведении. Почему были люди, ученые, которые удостоились именования имам и сунны. Имам сунны. Да, имам сунны такой-то, имам сунны такой-то. Из-за чего? Из-за того, что они просто говорили, я имам сунны. И причесал себя к сунне, человек нет. Их назвали так почему? Потому что сунна у них проявлялась во всем. И в убеждениях, в словах, поступках, внешнем облике. Этим они отличались от аглюбиде, от приверженцев нововведений. Так салфи, это не просто название. Это неукоснительное исследование во всем пути правильных предшественников. И вне этого пути, за рамками этого пути, ничего нет, кроме заблуждения.